Мы с вами находимся в лаборатории, которая изучает биологию семян. Жизнь семени начинается еще в поле, но, к сожалению, уже в этот момент начало жизни может быть омрачено тем, что семя может быть заражено патогеном. Патоген находится внутри семени, в зародыше, и внешне это никак не проявляется. Поэтому задача в нашей лаборатории сделать эти признаки явными, видимыми и установить точный диагноз. Семена заражены или нет, заражены в какой степени и каким из патогенов. Сейчас мы можем увидеть с вами метод влажных рулонов. Он позволяет нам создать благоприятные условия для роста патогена. Это очень высокая влажность и умеренная температура. А теперь мы посмотрим, каким образом растение выглядит через 10 дней. Обратите внимание, мы видим всходы и сформировалась корневая система. После инкубации мы приступаем к анализу рулонов. Для этого каждую зерновку нам необходимо просмотреть под бинокуляром. С помощью данного метода можно выявить возбудители таких заболеваний, как фузариоз, альтернариоз и гельминдоспориозов. Например, на данной зерновке я сейчас вижу биполярис цирокиняна. А теперь с вами поговорим о почве. Она непосредственно связана с жизнью семей. В почве находится очень много различных микроорганизмов. И задача нашего анализа понять, в каком соотношении находится полезная микробиота и патогенная для растения. Наиболее яркий пример – это взаимоотношение двух видов. Патогенного гриборода фузариум, почвообитающего, и триходермы, которые также обитают в почве. Вместе оба этих гриба показывают такую картину. Один из них вытесняет другого. Тот, кто вытесняет патогенный гриб, является нашим другом и помощником. Поэтому наша задача оценить, насколько почва имеет собственный ресурс для борьбы с патогенами. А сейчас бы я хотел рассказать о методе полимеразно-цепной реакции, которую мы используем в нашей работе. Этот метод является очень высокоточным. Это значит то, что мы абсолютно уверены, что мы идентифицируем именно тот организм, а не какой-либо другой. И является очень чувствительным. То есть это говорит о том, что мы можем обнаружить патоген на семенах, в растениях, в почве, в очень низкой концентрации. Даже тогда, когда симптомов не видно. Этот метод требует особых правил работы. Он требует от нас создания определенных зон. Красные зоны, в которые у нас проходит сборка реакционных смесей. Зеленая зона, в которой проходит выделение ДНК-амплификация. И синяя зона, в которой происходит детекция продуктов амплификации. Все это позволяет нам диагностировать более широкий спектр патогенов, и, значит, принимать более правильные и своевременные решения. Таким образом, в биологической лаборатории мы можем протестировать семена, оценив степень их зараженности патогенами, оценить степень зараженности почвы патогенами и наличие в ней супрессивной микробиоты. В зависимости от этих результатов, наши эксперты могут предложить принять правильное решение до наступления необратимых потерь в поле. А о том, каким образом эти препараты воздействовали, мы можем увидеть в нашей климатической зоне. Сейчас мы находимся с вами в климатической комнате. Эти условия позволяют нам прорастить семена, увидеть всходы. Все это позволяет нам быть уверенным в том, что наши продукты, которые были подобраны в зависимости от степени зараженности семян, проявили себя эффективно и дадут максимальную прибавку урожая в поле.